Вы знаете, сегодня, как уже сказали наши уважаемые ведущие, сегодня очень важный день. Какой день сегодня? День знаний. Это вот как 1 сентября в советской школе было. День знаний, день получения самой ценной информации. Сегодня мы узнаем как. Это очень важно. Поэтому очень важно, чтобы у нас сейчас, я понимаю, это третий день, я понимаю, такой объем информации, масса эмоций, это переживание, это немножко утомляет, но сейчас ваше внимание должно быть сконцентрировано именно на этом блоке. И поэтому очень важно, чтобы сейчас у нас было взаимодействие, давайте сразу наладим это. И если вот так вот условно поделить зал от центра на правую, на левую половину, давайте поздороваемся нормально, убедимся, что мы друг друга слышим. Когда я подниму правую руку, левая часть, весь партер и трибуны кричат «Доброе», а подниму левую руку, правая часть кричат «Утро». Попробуем? Попробуем? Итак. Если потренируетесь еще сто лет, будет вообще замечательно. Ну, по крайней мере, хоть какой-то контакт есть, и это очень важно. Вообще, я вам честно скажу, мне самому сейчас любопытно, что я сейчас скажу. Я вам объясню, почему. Сегодня у меня забавное такое положение, потому что мы два дня наслаждались людьми, их выступлениями, их знаниями, которые 40 лет в этом бизнесе. Колоссальный, неповторимый опыт. И я, ну не сказать, что к удивлению к своему, но все равно приятно это обнаружить, убедился, что моя спонсорская линия, которая тоже имеет немецкие корни, корнями уходит как раз к ним. И поэтому я все эти два дня как будто вернулся в свою молодость в этом бизнесе. То есть я два дня слушал все то, что я слышал, когда пришел в этот бизнес с первого дня, вплоть до примеров, вплоть до конкретных выражений. И получается, что сегодня я должен вам рассказать, что нужно делать для того, чтобы достичь результата в этом бизнесе, после того, как наши мэтры два дня уже об этом рассказывали. И больше того, я сам выходец из той же самой школы. Но тем не менее, как Марк сегодня совершенно справедливо сказал, повторение мать учения. И сегодня мы с вами будем говорить о том, как же достичь вот этих прекрасных результатов, которые мы наглядно сейчас видели на этой сцене. Как достичь того прекрасного будущего, которое мы можем получить, сотрудничая с компанией Amway. Давайте выведем презентацию на экран. Итак, мы говорим о технике построения бизнеса. Почему это так важно? Потому что какая бы ни была у тебя мотивация, а все, конечно, с чего начинается? С чего начинается вообще любой путь, любое движение, любое действие? С причины. То есть должна быть причина, чтобы что-то ты захотел делать. И я вот слышу цель, мечта, разные вещи. И здесь, конечно, я раньше сам этого не понимал. Важно не путать все-таки три таких понятия, как мечта, цель и мотивация. Это три разные вещи. Мечта, цель и мотивация – это три разные вещи. Вот, допустим, Ричард говорил о том, что он бежал изо всех сил, преодолевая боль и усталость, и он хотел дойти до финиша. В его примере, в конкретном, что такое был финиш? Цель. Но это не была его мотивация. Правильно? Цель сама по себе не может быть мотивацией. Какова была его мотивация? Чтобы коллеги из офиса молодые не смогли сказать, что наш менеджер не дошел. То есть вот понятие цель и мотивация. Поэтому, когда я спрашиваю своих партнеров иногда, какая твоя мотивация, они говорят 21%, я понимаю, что у человека мотивации нет. 21% – это цель. Мотивация – это то, почему ты хочешь достичь 21%. По какой причине? Кто-то может мечтать достичь или стремиться достичь уровня 21%, потому что он хочет кому-то доказать или себе доказать. Это его мотивация. Это его 21%. Кто-то хочет достичь уровня 21% ради денег. Это его мотивация. Это его 21%. Таким образом, сама цель 21% очень разная, она не одинаковая. И так все начинается с мотивации. Прекрасно. И вот мы знаем, почему. Мы знаем, для чего. Мы определились со своей мотивацией. Без этого я сразу хочу сказать, мы не способны совершить что-то большое. Поэтому тот, кто сегодня еще не определился со своей мотивацией, не знает в точности, может быть, у него какие-то расплывчатые или очень туманные понимания вообще его мотивации. Вам срочно просто абсолютно. И здесь самое лучшее место, самая лучшая среда, самый лучший климат для того, чтобы этот вопрос решить. Сейчас вы самые смелые. Вот сейчас при поддержке всего этого семинара, всего этого зала, наших выступающих, всей команды, вам передана большая сила, смелость. Вы сейчас должны принять решение о своей мотивации. Думайте об этом. И не выходите, ну точнее вы все равно выйдете сегодня из этого зала. Но ваша задача выйти из этого зала с определенной мотивацией, с пониманием того, чего вы хотите достичь и ради чего. Итак, прекрасно, мотивация есть. Принимаем априори, что вы с первым шагом разобрались. Теперь очень важно знать как. Правильно? Я по этому поводу всегда привожу один пример, что если я, допустим, вас заразил, например, любовью к необъятному небу, к свободе полета, вот этой романтикой, да, и вы уже все, у вас энтузиазм на пике, и я выкатываю самолет на взлетную полосу, сажаю вас, пристегиваю, сам спрыгиваю на дорожку и говорю, ну, валяй, вот у тебя все уже, ты вот замотивирован. Ну, можно голову сломать, да? Без знания техники, без умения управлять этим самолетом, какая бы ни была ваша мотивация, сколько бы энтузиазма у вас не было, я не думаю, что у вас хорошо получится. Точнее, я даже уверен, что не получится. Но, слава богу, наш бизнес – это не самолет, и здесь можно совершить любое количество ошибок, не сломав себе шею, абсолютно безопасно. Но единственное, что у вас не будет результата. Поэтому для того, чтобы он был, мы же сюда за этим приходим, необходимо знать как. Так, и вы знаете, вот я уже говорил о том, что я выходец из вполне определенной школы бизнеса, и школа бизнеса у меня была такая немножко философская, я бы даже сказал, такая немножко дзеновская такая, дзен такая школа. Почему? Потому что, ну, допустим, можно было сказать своим спонсорам, а ты знаешь, я хочу вот это вот попробовать, вот как? Так, он говорит в ответ, и получал я такой ответ, ну, ты и здесь сделай, а потом придешь, расскажешь, как получилось. Или, допустим, другой говорил, ты знаешь, ты не переживай, первых 50 ты все равно запоришь. Ну, тебе же надо на ком-то тренироваться, пусть они будут твоей боксерской грушей. Другой говорил, ты знаешь, чем отличается везучий и невезучий в этом бизнесе? Везучему первые 10 скажут да, а следующие 10 скажут нет. А невезучему первые 10 скажут нет, а следующие 10 скажут да. Понимаете, вот в такой обстановке дзеновской, такой очень расслабленной, меня воспитывали в этом бизнесе. То есть, всячески передавая вот это настроение, что нечего вообще там сильно переживать, ты действуй, вот каждый день делай то, что от тебя требуется. У тебя все равно железно будет результат. Но, знаете, я хочу сказать, вот мое наблюдение, все-таки я все время все анализирую. Мои наблюдения таковы. Во-первых, ну, тут не надо быть как бы мудрецом, чтобы понять, что жизнь меняется. Все-таки прошло определенное количество лет, мир изменился, тенденции определенные изменились, люди вокруг нас изменились. То есть, бизнес наш очень изменился. Вот, как бы, может быть, это странно может показаться, сам бизнес-план не изменился, но бизнес все-таки изменился. Добавились очень многие элементы. И я думаю, что теперь вот такой дзенский подход, он неоправданный. Тем более, сейчас вот когда я стал приезжать в Россию с момента открытия российского рынка и стал знакомиться и видеть, как работают здесь некоторые вот, ну, сейчас вот дружественное наше содружество. Система обучающая. Я столкнулся с тем, что есть определенная конкретика, абсолютно четко. То есть, тебе говорят, короче, 20 бизнес-планов, если ты делаешь каждый месяц, то есть ты 20 раз рассказываешь об этом бизнесе, при этом ты делаешь вот такой товарооборот, ты вот так вот работаешь с людьми, то у тебя будет гарантированно вот такой результат. Вы знаете, я думаю, что это оптимальная сейчас схема и оптимальный подход, потому что, еще раз говорю, люди стали очень образованными, грамотными, много знают, много слышали. И сегодня, как вот совершенно справедливо Татьяна Смирнова проводила у нас великолепную встречу 10+, где она говорила о бизнесе, об инструментах для строительства бизнеса. И совершенно четкое согласие, на отмарк это прозвучало от многих, сейчас пришло время профессионализма. Настало время поднимать бизнес, развивать бизнес за счет профессионального подхода, более четкого подхода. Времена того сетевого бизнеса, который был там 20 или 15 лет назад, который, извините за выражение, можно грубо назвать впариванием, ну были такие, я не говорю про наш бизнес конкретно или каждого из нас, но очень много было такого так называемого сетевого в кавычках бизнеса, который просто выглядел как впаривание. Вот, бери, ты классно, ну и так, я тебе говорю, это вообще там супер. Это все, уже это не работает. Сегодня время людей, которые четко знают преимущества продукта, характеристики, четко знают и умеют презентировать бизнес. И именно те люди, которые захотят учиться и которые захотят становиться профессионалами в этой отрасли, слава богу, здесь не нужно иметь какой-то зашкаливающий IQ, не нужно быть доктором наук. Любой совершенно, самый простой обычный человек с этой наукой справится, но те, кто захочет учиться, те станут профессионалами, те станут успешными. Поэтому сегодня мы все-таки будем говорить уже конкретно. Мы не будем применять дзеновский подход, типа того, что иди попробуй, а потом расскажешь, как получилось. Мы будем говорить, что нужно делать конкретно. Итак, с чего, что самое важное после мотивации, когда мы уже с мотивацией определились, что самое важное. Вы меня слышите? А вот я почему начал вот с этой игры, да, потому что очень было важно наладить контакт. Так все-таки что самое важное потом, следом за мотивацией? Действия. Действия. Потому что без действий совершенно ничего не будет. Сколько хочешь мотивируйся, сколько хочешь позитивно мыслей, все равно ты не сдвинешься с места, пока ты начнешь действовать. При этом какие действия? Совершенно верно. Пятерка. Правильные действия. Вот это очень важно. И самое большое преимущество нашего предпринимательства и нашей обучающей системы состоит в том, что вам дают конкретную, готовую схему. Не нужно здесь ничего придумывать. Тебе не нужно надрывать свои мозги. Ты должен просто понять, как это функционирует и приложить максимум усилий для того, чтобы научиться именно так это делать. И тогда результат действительно будет гарантирован. Итак, первый шаг, с чего все начинается. Здесь, ну еще раз говорю, здесь банальные на самом деле, не банальные, наверное, а просто простые для понимания вещи, абсолютно объективные такие. Мы строим бизнес-сеть. То есть мы строим сеть из потребителей, тире партнеров, тире партнеров потребителей и так далее. То есть конечная цель – это создание товарооборота. Правильно? За что нас оплачивает компания Amway? Когда ты получаешь свою распечатку, тебя оплачивают за тот товарооборот, который сделала компания с той самой клиентурой, с которой ты ее познакомил. То есть вот вся соль бизнеса там дальше как бы. Исходя из этого, что нужно? Нужно построить сеть. Для этого нужно разговаривать с людьми. И вот здесь начинается первый самый важный шаг. У тебя должен быть список этих людей, с которыми ты планируешь разговаривать. Но здесь вот вы видите список всех знакомых. Приглашения, информационная встреча, вторая встреча. Вот сейчас по этому списку будем как раз двигаться. С мечтой уже все говорили. Жизненные цели. Итак, список. Значит, у новеньких, как правило, бывают два камня преткновения. Ну не у всех, конечно, но у многих. Эти два камня преткновения называются так. Первый называется «Я никого не знаю». Второй называется «Я всем позвонил, никто ничего не хочет». Задача наша, я сейчас говорю со стороны спонсора, со стороны наставника, их через эти два камня преткновения благополучно провести. Я применяю лично несколько приемов. Вот здесь вот еще такой момент. Если вы похожи на меня в этом, то мне бы очень хотелось, когда я пришел в этот бизнес, мне бы очень хотелось, чтобы я вот рассказал человеку, он пошел бы и сделал. Ну классно. Я вот ему рассказал, он пошел и сделал. Ну вы знаете, я на практике обнаружил, что так функционирует очень редко. Вообще не хочу сказать, что не функционирует. Попадаются такие звезды, а именно их мы и ищем. В конечном итоге наша цель найти именно таких, которые пойдут и сделают. Но их очень мало. И я это говорю не для того, чтобы вас разочаровать, а для того, чтобы вас просто-напросто реально сориентировать, чтобы не было каких-то заоблачных таких мечтаний. Почему? Потому что возникает ошибка, с которой я столкнулся сразу. Вот особенно сейчас казахстанский рынок для меня новый рынок. Мы начали работать, новенькие партнеры, они так же, как и я вначале, тоже не разбираются глубоко в этом бизнесе. И я тоже так же не разбирался. Я тоже считал, что достаточно подписать человека, да, вот такое. И все, типа дело сделано. И вот сейчас вот это все попрет. Да, я там пятерых подписал, и уже я король. Но я обнаружил, что это не случается, оказывается. Оказывается, с человеком сначала нужно работать. То есть сначала нужно ему показать этот бизнес. Мне повезло. Ну как, везет тому, кто везет, да. Не то, что мне повезло вот так, просто с бухты-барахты. Но в России мы нашли таких партнеров. У меня есть прекрасные партнеры Ойгин и Татьяна Боунсбергер, которые вот мы им рассказывали, они делали, как мы рассказывали. Есть Елена Николаевна Губарева в Москве, которая тоже так же мы рассказывали, она делала. Но даже в этом счастливом случае все равно мы их постоянно ввели, все равно были постоянные консультации, все равно вначале мы часто прилетали сюда и нужно было работать. Поэтому я очень хочу, чтобы вы реально и практически поняли, как нужно действовать, когда у вас появляется новый партнер. Это даже не полдела. Я бы сказал, что может быть это 20% дела. Остальные 80% будут зависеть от того, как мы с ним начнем работать. И вот если бы я вчера не слушал Питера, то я бы тоже вам сказал, как говорит компания Amway, что для нового партнера самое важное – это 90 дней. Но когда я его вчера послушал, я не могу с ним не согласиться, я с ним абсолютно согласен, что лучше, как сказала Тамара Борисовна Соколова, наш прекрасный русский язык, говорит, не тележиться. То есть не надо растягивать это надолго и не надо давать партнеру много времени, чтобы он пошел там, сам набил себе шишек. С ним нужно работать с первого дня. Больше того, я сейчас немножко не совсем по пунктам иду, но это не важно. Если раньше мы говорили, что после первой встречи, к второй встрече должно пройти там 24-48 часов, то сегодня я рекомендую партнерам проводить вторую встречу либо сразу, если есть такая возможность, либо завтра. То есть я все-таки стараюсь, чтобы этот срок сократить. Это очень важно. Еще раз говорю, ситуация изменилась вокруг, она не такая, как была 10-15 лет назад. Поэтому это нужно делать по горячим следам. Это очень важно для вашего успеха. И чтобы этого партнера не потерять просто-напросто. Итак, вот пришел новый партнер. Вместо того, чтобы сказать, иди и сделай, вот я сейчас тебе расскажу, а ты иди, вот в точности, как я тебе рассказал, сделай. Лучше сделать вместе с ним. Вот это мое глубокое убеждение. И я стараюсь сам так делать и партнерам рекомендую. Поэтому, когда мы говорим о его списке имен, о списке его знакомых, я предлагаю писать его вместе. Да, это на нас, как бы это дополнительные затраты времени, но это и гарантия, что он не придет завтра и не скажет, что я никого не знаю. Если я его отправлю на недельку, скажу, ну ты иди там в список напиши, через неделю приходи, мы начнем по этому списку работать. Он может вообще не прийти. Или через неделю я могу его найти, он мне скажет, ты знаешь, у меня не так много людей, вот я не знаю даже, получится у меня или нет. Нет. Вот чтобы этого всего не происходило, по горячим следам мы садимся с ним, и я начинаю партнеру задавать вопросы. Вы эти вопросы тоже хорошо знаете. Я знаю, что вам ваши спонсоры эти вопросы говорили. Я спрашиваю, с кем ты чаще всего празднуешь какие-то события, кто тебе ближе всего как человек, с кем ты советуешься по жизни. Кому бы ты смело отдал бы ключи от своей квартиры, уезжая далеко, чтобы он приходил там поливал цветы или там ухаживал за твоими домашними животными. Если тебе нужно оставить детей вечером где-то с кем-то, с кем бы ты их оставил. Если тебе потребуется занять денег у кого-то, кому бы ты в первую очередь обратился. Если бы к тебе кто-то обратился, чтобы занять какую-то сумму денег, кому бы ты не задумываясь дал бы эту сумму. То есть это конкретные, абсолютно целенаправленные вопросы, с помощью которых я выясняю, кто входит в его ближайший круг. И начинать я всегда советую с ближайшего круга, там, где есть максимум доверия и понимания. Потому что иногда ко мне приходят люди и говорят, я хочу начать с газеты. Я говорю, зачем? У тебя что, никого нет? Нет, я хочу начать с объявлений. Это ошибка. С моей точки зрения. Опять же, я тоже совершаю много ошибок, и на сегодняшний день я совершаю ошибки. И у меня часто тоже такой дзенский подход, как меня научили. И когда человек мне говорит, нет, я все равно сделаю вот так, я говорю, ну иди сделай, а потом придешь и расскажешь, как получится. Я-то знаю заранее, как получится, но сегодня я вот буквально, мы вчера с братом сидели здесь общались, в зале после встречи 10+, и вот такие моменты тоже для себя намечали. Я сказал, ты знаешь, все-таки это ошибка с моей стороны, нужно быть тверже. Вот она приходит мне, я вчера прям конкретно пример привел, она приходит мне и говорит, ты знаешь, я вот как-то диски, ну вот что-то у меня не очень, это особенно в машине, я люблю тишину. И мы часто говорим, ну ладно, там в машине, можешь слушать, слушай на кухне. Сегодня я прихожу к выводу, что нужно сказать, знаешь что, иди прямо сейчас, садись в машину, ставь диск и слушай его, пока не полюбишь. То есть сегодня я прихожу к выводу, что нужно быть более четким, что ли, более конкретным, более твердым в тех требованиях, которые предъявляет это предпринимательство к человеку, для того, чтобы не вводить просто его в заблуждение. Если я такой добрый и хороший, чтобы не напреть человека, чтобы не спугнуть, как это всегда часто случается, то я просто его обманываю таким образом, я ему даю псевдо надежду, что даже не выполняя тех требований, которые перечислены здесь, или выполняя их частично, у него будет полноценный результат. Вот понимаете, о чем я сейчас говорю? Так вот, со списком имен. Почему здесь стоит цифра 100-200? Я, например, человека сразу ориентирую, но тем более здесь. Вот вы поймите, если мы там, в той стране, строим бизнес и говорим человеку, что нужно написать 200 имен знакомых, человеку, который, как правило, мы работали, особенно вначале, с приезжими, ну где ему там накопать? И все равно мы их ориентировали на 200. А вы-то здесь, кто родился, как минимум все говорят на родном, для вас понятном языке, как минимум. Психологи абсолютно точно знают, это статистика, это наука, здесь не поспоришь, что каждый из нас, достигая возраста 35 лет, знает как минимум 300-350 человек по имени. Понимаете? Поэтому, когда мне человек говорит, я никого не знаю, или у меня мало знакомых, я спрашиваю, ты что последние 20 лет в тюрьме сидел? Ну даже если 20 лет сидел в тюрьме, у тебя как минимум были сокамерники, ну кто тебя там на прогулку выводил, все равно какой-то круг у тебя был. Ты же ходишь, ты же, вот когда ты на свою работу приходишь, ты работаешь с роботами, с механизмами или с людьми, кто тебя там окружает? Ты в горшке цветочном вырос, или у тебя была семья? Ну и то есть, да, это может быть смешно звучит, но все-таки я начинаю потом человеку уже задавать, есть человек вот такой тугой сразу, я им начинаю задавать наводящие вопросы, те, которые я вам перечислил. Вопросов этих может быть очень много, можно подходить к этому географически, есть специальные инструменты для того, чтобы вот Татьяна нам как раз рассказывала об инструментах для построения бизнеса, вот для того, чтобы написать список имен, тоже есть специальные инструменты. Вы можете географически его сориентировать. Почему? Потому что наш мозг так устроен, что ему легче искать, когда ему сузить задачу поиска. Вот когда ты задаешь более узкие критерии для поиска, тогда память начинает работать лучше. Здесь такой момент, список имен обязательно нужно иметь в написанном виде, и я настаиваю все-таки, продолжаю настаивать, что его нужно иметь в бумажном виде. И хотя сегодня, конечно, молодежь, особенно мы все компьютеризированы, у нас куча гаджетов, вот опять же наглядный пример мой брат, он очень такой толковый, продвинутый, он меня, в общем-то, всему учит, все, что касается техники и так далее. Когда он пришел в бизнес, он сказал, что я сделаю в Excel, допустим, мне так удобно, и у меня тут, пожалуйста, на ладонике все есть. Но он сам, и опять же Ценский подошел к этому вопросу, сказал, ну ты сделай, там посмотрим. Он сам пришел ко мне через какое-то время, сказал, все, я взял тетрадь, как ты вот сказал, разлиновал именно по той форме, как ты сказал, и всех выписал все-таки в бумажном виде. Почему? Потому что тетрадь более удобный инструмент, чем, скажем, в электронном виде. Поэтому необходимо завести определенную форму, сейчас я вернусь, вот она форма, она может быть в точности такая, я думаю, что она вполне может быть в точности такая, она очень удобная, в которую вы вместе с ним, задавая ему вопросы, начинаете вписывать людей, ну и в соответствующие графы информацию о них. Почему? Потому что эта тетрадь дает возможность потом в дальнейшем отслеживать ваше продвижение с данным конкретным человеком. И здесь вы сразу же сможете обнаружить первые ошибки традиционные, когда человек говорит, ну этого я писать не буду. Потом, вы знаете, все же очень просто со списком имен сегодня. У каждого из нас есть мобильный телефон, у некоторых не один даже. Причем, если сейчас каждый из нас откроет свой мобильный телефон и посмотрит на количество контактов в этом телефоне, то я уверен, там их очень много. Но сотня-то есть, наверное, у каждого. У каждого. У меня там, скажем, их полторы тысячи или больше. На Фейсбуке, там, не знаю, четыре тысячи друзей. И сегодня написать список имен, мне кажется, вообще не составляет большого труда. Можно просто сказать ему, открывай свой мобильный. Вот если человек говорит, я никого не знаю, ой, я не знаю, кому я буду это предлагать. Вот. Я говорю, открывай свой мобильный телефон. И начинаем прямо с буква. Задавайте просто вопрос, кто это, а кто это, а расскажи про этого, а расскажи про этого. Давай я вам стартовую информацию о людях, он помогает тем самым вам предложить ему конкретную форму приглашения этих людей в бизнес. Итак, первая задача очень важная, чтобы был список имен. Почему мы настаиваем на том, что этот список должен состоять из 100-200 человек? Ну, во-первых, существует четкое абсолютно правило, которое веками, ну, то есть годами, десятилетиями в нашем бизнесе было, и вот его точно никто не отменял. Маленький список имен – маленький бизнес, большой список имен – большой бизнес. Все. Здесь связь абсолютно прямая, и даже не стоит это обсуждать. Потому что чем больше потенциал людей, к которому ты можешь обратиться с этим предложением, тем абсолютно логично, у тебя больше шансов найти заинтересованных. Есть еще вопросы? Причем мы знаем абсолютно конкретно, опять же эмбирически, из практического опыта, что со списком менее там 150-200 человек работать сложно. Он очень быстро закончится, особенно если не работать над его регулярным пополнением. Это тоже, кстати, еще одна очень важная такая ремарка к этой теме. К тому моменту, когда список будет составлен, он не будет составлен за один день. Кстати, сам список или процесс написания списка имен – это не просто процесс переноса людей из мобильного устройства на бумагу. Это процесс вспоминания. Вот что очень важно. Когда человек садится и начинает думать, кого еще можно включить, особенно если он думает с помощью ваших наводящих вопросов, то тогда потенциал начинает вырастать. Что такое список имен? Это капитал. У меня брат так и написал. Капитал, том первый. Вот он взял свой список имен и назвал его капитал, том первый. Это очень правильно. Потому что именно мы финансово не очень вкладываемся в это, вкладываемся в разумных таких очень маленьких таких размерах, масштабах. Но самый главный капитал инвестиций, который мы можем сделать, это наше знакомство, наши связи. Поэтому позаботьтесь сначала, на самом старте это лучше сделать. Вот я, например, отношусь к тем людям, которые нарушал это правило. Я полтора месяца или два месяца упрямо отказывался писать список имен, хотя спонсоры мне уже плеш проели и говорили, пиши, пиши, пиши. Список должен быть написан. Но все-таки мы потом пришли на практике к тому, что без списка работать невозможно. Иначе вот эта вся наша теория, дальнейшие шаги, о которых мы будем говорить, 20 встреч в месяц. Причем речь не идет о том, чтобы ты сделал 20 встреч в этом месяце, побил рекорд, погладил себя по головке, похвалил, а следующий месяц сделал 10 или 5. Речь идет о том, чтобы нужно проводить 20 встреч каждый месяц. А где ты возьмешь людей, если у тебя список имен 20 человек, у тебя же список имен в первый месяц закончится, и твой бизнес закончится в первый месяц. А если у тебя там этих 20 человек, и ты позвонил пятерым, их не нашел, пятеро болеют, еще пятеро отсутствуют, когда ты будешь последние пятерки звонить, у тебя голос будет дрожать? Они начнут думать, что ты от них что-то действительно хочешь, или ты сейчас зависишь от его решения, это абсолютно неправильная позиция. Вот именно для того, чтобы чувствовать себя расслабленно, уверенно, для того, чтобы всегда знать, что у тебя есть запас, резерв для роста своего бизнеса, необходим список имен, я бы сказал, 200-300 человек. И вот здесь тоже, кстати, очень важная ремарка. И я сейчас снова вспомню о наших метрах, которые вот два дня мы наслаждались их выступлениями, когда, допустим, они рассказывали о том, что нужно всегда иметь рубиновый объем сбоку. У них раньше, тем более, рубин был 30 тысяч баллов, а не 20. Я тоже, когда пришел в этот бизнес, меня точно так же Мариана Шварц, Макс Шварц нас точно так же учили. Но, вот хотя мне не нравится разделительный союз, но в данном случае я его обязан употребить. Запомните, это моя вам очень настойчивая рекомендация, настойчивый совет. Все, что вы слышите, даже в этом зале, даже в этом зале, вы обязаны обсуждать со своим непосредственным спонсором, с тем человеком, который вас ведет по этому бизнесу. Почему? Потому что какая бы прекрасная идея не прозвучала, либо от наших гостей, либо я сейчас что-то скажу, и вам западет там в памяти, вы скажете, вау, хочу это применить. Первый человек, с которым вы обязаны это сначала обсудить, это должен быть ваш спонсор. Потому что, если, например, ваша спонсорская линия работает вся по троичной схеме, а вы сейчас вдруг ломанетесь и начнете устраивать там рубиновые объемы сбоку, я не гарантирую, что эта ваша тактика легко подойдет и легко впишется в общую тактику ваших спонсоров. И тогда будут проблемы, понимаете? То есть как бы круто это ни звучало, сначала ты приходишь, садишься со своим наставником, обсуждаешь, и только при условии, что твой наставник дает тебе добро, ты начинаешь что-то внедрять. И вообще любые нововведения и внедрения должны делаться очень осторожно. Макс Седанам говорил, что при скорости 120 км в час поворот под 90 градусов чреват. Поэтому прежде чем нововведения вводить, еще раз, всегда со спонсором. Итак, я все-таки рекомендую целиться на 300 человек в списке имен, и тогда не будет проблем. Пожалуйста, применяйте, допустим, специальности, если вы хотите вспомнить больше людей. Знаешь одного сантехника, знаешь одного повара, знаешь одного стоматолога, знаешь одного гинеколога, знаешь одну стюардессу, знаешь одного таксиста? Пиши. Пиши ни одного. Знаешь Александра, знаешь Марию, знаешь Константина, знаешь Андрея? Пиши. То есть вы с помощью своих вопросов железно сможете помочь человеку из головы, из памяти этих человек найти людей. Итак, что нужно делать дальше? У вас есть список, у вас есть капитал, вы определились с потенциалом людским, с кем вы можете разговаривать. Теперь очень важный момент – это как обратиться к этим людям. И вот здесь опять же наша роль, как роль спонсора, она очень важна. Потому что это было на практике, мы тысячу раз совершали эту ошибку. Мы говорили человеку, вот теперь пойдешь, вот сейчас я тебе скажу, как надо звонить по телефону, и позвонишь вот так. Сначала поздороваешься, потом скажешь, есть ли у тебя время в четверг на этой неделе, или чем ты занят в четверг на этой неделе. Потом сделаешь вот такое предложение, назначаешь встречу, потом я приду, эту встречу проведу. Ну, вроде бы нормально. Но опять же, человек приходит потом и говорит, ты знаешь, я всех обзвонил, что-то никто не хочет. Когда я спрашиваю, а что ты им говорил? Он говорит, в точности, как ты меня научил. Но поскольку меня рядом не было, вот это вот проверить, насколько это было в точности или не в точности, очень сложно. А когда люди начинают при мне звонить, то я слышу такие вот вещи, например. Ну, ты знаешь, мы не можем об этом говорить по телефону. Ну, ты знаешь, нам вообще-то запрещают об этом говорить по телефону. И тогда я, когда вы кладем трубку, я говорю, ты сам понял, что ты сказал? Вот сейчас. Он что должен там подумать? Или он начинает объяснять, ну, ты знаешь, есть такая вот продукция, вот такая-такая-сякая. Значит, в чем вопрос? Мы обсуждали, и на прошлом семинаре Марк говорил, что на сегодняшний момент, может быть, из-за того, что многие люди знают и слышали, вполне разумно приглашать уже не с нулевой информацией, как было раньше, как нас учили, а можно вести разговор в открытую. Но я опять же выскажу свое субъективное отношение к этому вопросу. Я в большинстве случаев все-таки приглашаю с закрытой информацией. Но это ни в коем случае не должно выглядеть, как мистика какая-то, как будто мы какая-то закрытая такая группа людей, непонятного толка и плана, что нам нельзя об этом говорить по телефону. Нет, разговор должен вестись абсолютно открыто, по-деловому, но у вас в запасе должны быть аргументы. Этих аргументов у новенького пока нет. И даже если вы ему их озвучили, они пока не стали его собственностью. Он пока не может ими оперировать. Поэтому задача в данном случае быть рядом, как минимум, слышать, как он разговаривает. И когда уже совсем человек не может преодолеть, допустим, вот эту трудность, вот эту тяжесть телефонной трубки, которую невозможно оторвать от телефона в момент, когда ты делаешь первые звонки, тогда нужно включаться нам. И лучше это сделать. Тогда как минимум я предлагаю человеку поздороваться. Я говорю, ты позвонишь и спросишь там, «Привет, Миша, как дела? Давно не виделись, и у меня к тебе есть вполне конкретное предложение. Ты хотел бы зарабатывать больше денег?» Допустим, да, самое банальное, что можно предложить человеку. И если он говорит, ну, в принципе, да, но о чем идет речь, вот здесь он может самоустраниться. Он может сказать, ты знаешь, вот со мной сидит замечательный такой человек, Александр Федосеев, он очень известный человек в нашем городе, и у него есть замечательное предпринимательство, в которое он меня пригласил. Я сразу подумал о тебе. Сейчас я ему передам трубку, он с тобой сам поговорит. Нормально? То есть он делает первую часть, он налаживает контакт, мостик, там возникает элемент доверия, плюс элемент неожиданности, тоже хорошо работает, и тогда вы берете уже трубку, перехватываете инициативу, тогда вы уже озвучиваете само предложение. Что предлагать? Но сейчас тоже, да, компания сейчас четко, абсолютно разделила нас на клиентов и на предпринимателей, но я еще все-таки пока придерживаюсь старой схемы, почему? Потому что я не знаю, кем станет человек. Я пришел сюда, в этот бизнес, как клиент. Почему? Потому что я просто не поверил в бизнес. Не то, что у меня там, ну я был совсем закрытый, я не был совсем закрытый, но все-таки как-то поверить, что вот эта схема функционирует, тогда я со своими традиционными предпринимательскими мозгами, тем более нужно учитывать, это эпоха 90-х годов, когда очень много обмана было в бизнесе, я не мог себе представить, что это правда. Но то, что я увидел в качестве продукции перед собой, это меня убедило сразу. Я сказал, ну, как бы продукцию мы уже за. Мы будем покупать ее, для себя хорошую продукцию, американскую. Я знал, что американцы в хорошей технологии, что они очень борются за права потребителей, что, как правило, они с уважением относятся к потребителю. То есть вот такой элемент доверия у меня существовал. И именно на это я пришел в бизнес. Я даже не в бизнес пришел, а просто стал пользоваться продукцией. И здесь, конечно, можно совершить ошибку. Поэтому я придерживаюсь такой схемы. Вот лично еще раз говорю, все это будете обсуждать со своим спонсором. Я действую так. Я предлагаю сразу дело, я предлагаю заработок, доход, дополнительный доход. С самого начала я не завышаю планку, я не говорю, что вау, завтра мы станем миллионерами, это тоже может напугать человека. Но предлагая доход и видя уже по ходу нашего разговора реакцию и понимая, кто передо мной, я могу в конечном итоге, видя, что человек не тянет на мое деловое предложение по каким-то причинам, перестроиться и в конце предложить ему продукт. Вот вчера одна девушка спросила из моих партнеров, она спросила, ну а как же, мол, я говорю, вы знаете, я никогда не продавал в прямом смысле товар. То есть у меня не было таких попыток пойти там раз и продать кому-то какое-то средство. Она говорит, ну так как же тогда товарооборот, про который вы говорите, там 200, там 300 баллов. Я говорю, вы поймите, он произошел совершенно естественным образом, когда я предлагая бизнес, видел в человеке, не видел в человеке заинтересованность, не находил его заинтересованность. Может быть, я не такой виртуоз в этом деле, я не обнаруживал его потребности. И тогда я его просто заканчивал свой разговор, говорю, ну ладно, не хочешь в бизнес, нет вопросов, чисти зубы шикарной зубной пасты, условно, да, примитивно. И человек становился клиентом. С годами предлагая бизнес многим людям, для меня клиенты были как бы вторым, вторичным или побочным продуктом моей деятельности. Они появлялись и появлялись и появлялись. И вначале я вам честно скажу, я, естественно, дорожил каждым. У меня были случаи, когда я два средства для духовки, ну вот как про Холи Чен рассказывала, Эва вчера смешную историю, да, и реально это очень удивительная женщина, это Холи Чен. Вот я брал два средства для духовки и ехал за город, бог знает куда, ну на машине с большим мотором я сжигал больше бензина, чем вообще стоят эти два средства для духовки. Но я ехал с этими средствами для духовки, чтобы увидеть человека, чтобы контактировать, чтобы, может быть, понять, увидев его в его обстановке, может быть, сориентироваться и знать, что можно предложить в качестве бизнеса. Вот. А потом наступил момент, когда у меня стало очень много клиентов, я стал от них избавляться. я им стал просто говорить, ты знаешь, я не курьер, поэтому у тебя есть выбор, я больше не буду тебе возить товар, или ты регистрируйся и будешь сам заказать, я буду привозить курьер фирмы, или я тебе передам кому-то из своих партнеров, кто в твоем районе, и он будет о тебе заботиться. Таким образом, я ограничил свою базу потребителей только теми потребителями, которые были мне выгодны. В каком плане? Я не тратил на них время. Для меня самый большой ресурс – это время. Вот. Это самая большая ценность. Поэтому я всегда ориентируюсь, сколько времени я затрачиваю на эту работу. И если я для обслуживания клиентов не трачу много времени, это мои соседи, это родня, с которой я так или иначе вижусь. То есть я не трачу специального времени, не инвестирую, чтобы передать им продукцию. Их я оставил. Я их сделал уже стабильными своими клиентами, я их веду как клиентов. А остальных постарался вот так вот распихать по своим партнерам, для того, чтобы у них тоже был товарооборот. Итак, значит, как пригласить этого человека? В первую очередь нужно что-то сказать. Вот что бы вы сказали? Вот вы звоните или по своему списку имен, или вы со своим партнером-новичком стартуете и помогаете ему в этом бизнесе сделать первые шаги. Что бы вы сказали кандидату? Ну, смотрите. Во-первых, вот Эва, опять же, с Питером тоже хорошо об этом говорили. Здесь очень важно подходить дифференцированно. Поскольку мы начинаем, как я сказал, с круга знакомых, то есть это достаточно близкие нам люди, и мы, в принципе, осведомлены об их жизни. Мы приблизительно знаем, кто они такие, чем они дышат, и что их может заинтересовать на данном этапе их жизни. Очень важно это вначале проанализировать. Не нужно всем предлагать тупо одинаково по шаблону. Нужно все-таки постараться найти его кнопку. На чем, где он может подорваться, что такое слово неподходящее, где он может заинтересоваться по-серьезному, где может пробудиться его настоящий интерес. Поэтому достаточно проанализировать этого человека, если он ваш знакомый, или совместно с вашим новичком, с вашим новым партнером обсудить с ним список его кандидатов и подумать, что каждому из них можно было бы предложить. Поэтому, как я говорил о мотивации, о цели, точно так же и наш бизнес не для всех это одно и то же. Для кого-то наш бизнес – это возможность путешествовать, для кого-то наш бизнес – это возможность обеспечить будущее его детей, для кого-то наш бизнес – это возможность иметь достойную старость, и так далее, и так далее, и так далее. Таким образом, начинается все, как они сказали вчера, с позитивной причины. Даже у нас в греческом обучающем материале, у нас была такая тетрадь от Макса Шварца «Мой путь к родному послу». Там так и было написано «цетикос логос». То есть по-гречески так и звучит «позитивная причина». То есть какой-то стимул, какая-то его позитивная мотивация, на которую можно опереться и всю беседу на этом базировать. Как лучше начать? Я придерживаюсь мнения, что лучше… Мнение. Это не мое мнение. Меня так научили. Я повторяю то, чему научили меня. Позвонить и спросить, чем ты занимаешься в конкретное время. Допустим, чем ты занимаешься в четверг в такое-то время. При этом это несложный вопрос. И если вы звоните и спрашиваете, чем ты занимаешься в четверг в такое-то время, вас никто не спросит в ответ, а что это «Амвэй»? Никогда. Правильно? То есть человек просто скажет, занят он или нет. Если он занят, то лучше разговор не продолжать. Это будет очень позитивно. Нужно сказать, ты знаешь, раз ты занят, я как только найду снова время, я тебе перезвоню. И все. Это интригует в хорошем смысле. И можно его оставить в таком легком недоумении. Это позитивно. Если человек говорит, что он свободен, дальше можно продолжать разговор, потому что в конечном итоге он не сможет сказать, что «А, ты знаешь, мне нужно пойти к стоматологу». Он две минуты назад сказал, что он свободен. Тогда вы продвигаетесь в разговоре и предлагаете ему конкретную вещь. Вот то, о чем я говорил. Я помню, ты мне говорил, что у вас там на работе не все благополучно. Допустим. А ты хотел бы подстраховаться, ты хотел бы запасной аэродром, ты хотел бы создать, пока ты там еще работаешь и все более-менее, ты хотел бы создать дополнительный источник дохода. Простые такие вещи совершенно человеческие, жизненные. Я придерживаюсь такого мнения. Или человек, допустим, я знаю, что у него ипотека. Может быть, даже там не один у него кредит. Я говорю, ты знаешь, я вот помню, ты жаловался, что ипотека и в общем все сложно материально. А ты хотел бы намного быстрее рассчитаться с этой ипотекой и вообще в принципе забыть, что такое долги или финансовые проблемы в жизни. Пожалуйста. То есть то, что его в большей степени сегодня волнует, именно это и надо предлагать. Вы поймите, Amway предлагать неумно. Почему? Потому что сам по себе Amway это инструмент. Вы же не предлагаете готовые деньги. Вот вы слышали там бонус миллион шестьсот. Вы же не принесли в мешке миллион шестьсот, не даете ему миллион шестьсот сразу готовыми. Вы предлагаете инструмент. Значит, во-первых, мы ищем людей, которые что-то хотят строить. Кто купит инструменты? Я по этому поводу всегда привожу самые, у меня примеры все очень приземленные и примитивные. Если я живу, допустим, на пятом этаже в благоустроенном доме, в квартире, остановится, курю на балконе, я уже давно не курю, остановится КамАЗ со щебенкой, и водитель мне кричит, «Эй, мужик, вот в полцены возьмешь КамАЗ щебенки, да мне хоть даром, правильно? А он мне не надо». Но если он проедет за угол и найдет стройку, ну, строящийся дом и предложит в полцены КамАЗ, у него заберут сразу вместе с колесами, понимаете? Поэтому вот вся суть понимать, что мы именно таких людей и ищем, которые заинтересованы в создании чего-то нового в своей жизни, то, чего у них пока нет, или то, от чего они хотят уйти. Бывает же негативная мотивация, бывает позитивная мотивация. Поэтому если мы сможем сразу или не сразу, или в процессе беседы обнаружить именно его насущную мотивацию, я могу вам гарантировать почти, что этот человек согласится. Потому что вот вся фишка, как модно говорить в России, состоит в том, чтобы нащупать его мотивацию. Так вот в приглашении самый важный момент – обозначить ему конкретную его мотивацию, прийти на встречу, обозначить четко время, когда будет проходить встреча. Вот это там, ну там созвонимся, или давай там на следующей неделе решим этот вопрос. Вот этого ничего не нужно делать. Если вы занялись предпринимательством, вы обязаны вести себя как предприниматель. Вы всем своим видом, всем своим поведением, всем своим отношением, вы подчеркнуто должны выражать и показывать, что вы предприниматель. Потом разговор должен быть деловой и четкий. Вы назначаете сразу же время и место проведения этой встречи. Вот в принципе как звучит приглашение. Ну что еще? То о людях, о которых вы не будете знать каких-то деталей. Безусловно, будут и такие, где вы не будете точно знать, на что можно сделать ставку, на какую мотивацию. Тогда можно предлагать дополнительный доход, например. Ну самое такое банальное или простое, что может заинтересовать людей. Ну и я еще добавляю туда некоторые элементы. Например, я знаю, что люди не всегда обязательные. Вот, кстати, у многих партнеров начинается разочарование по этому поводу. Они назначают встречи, люди не приходят. В этом нет никакой проблемы абсолютно. Почему? Потому что у людей это не стоит в приоритете. Это не приоритетность для них, ваш звонок. Поэтому очень важно, чтобы звонок прозвучал звучно так, знаете, вот тогда он поставит его в приоритетность. А иначе, если его завтра позовут на пиво там, или будет играть, вдруг он обнаружит, что играет его футбольная любимая команда, то он просто не придет. Поэтому я людям говорю, ты знаешь, все мы люди. Если что-то случится, да, до этого дня, как мы назначили встречу, ты обязан предупредить меня хотя бы за сутки, потому что тогда, вот это тоже важный момент, не сбрасывайся с счетов, тогда я вместо тебя позову кого-то другого. Или у меня есть еще несколько человек, которые интересуются этим предложением, тогда я позову кого-то другого. Вы знаете, не зря говорят, что жаба самый сильный зверь в мире. Поэтому, когда ты человеку говоришь, что ты знаешь, я хотел тебе что-то дать, но если ты там не очень, то я тебе не дам, я дам другому. Это очень сильно дисциплинирует. И тогда у вас просто выход с ваших звонков будет лучше. Как проводить информационные встречи? Они могут быть самого разного формата, и вы со своим спонсором обсудите. Почему? Потому что, если вы не сами их проводите, если для вас пока, если вы новенький человек проводит спонсор, очень важно все согласовать со спонсором. Как ему это удобно, где это будет проходить. Это могут быть личные персональные встречи один на один, там или семейная пара, или две семейных пары, это может быть групповой бизнес-план. Также у нас в каждом почти городе, но в каждой команде есть платиновые встречи, куда вы просто можете приглашать людей, и кто-то из опытных партнеров выходит, и там бизнес-план очень четко за вас, для вас рассказывает. И вы тем самым учитесь. При этом тоже есть очень много нюансов, и они, хоть они и не учитываются, детали, но часто говорят, что мелкие детали, они создают потом большую разницу. Из-за этого все складывается. Как будет оформлена эта информационная встреча? Насколько будет подходящее оформлено пространство? Насколько там будет чисто, аккуратно? Мы всегда говорили, что если вы приглашаете несколько людей, никогда не ставьте лишние стулья. Если вы поставили 10 стульев, пришло 3 человека, они чувствуют себя обманутыми. Они думают, ну вот, один я идиот, попался на эту удочку, смотри, сколько людей не пришло. Но это невольные такие вещи возникают. И меня вот этому всему учили, я раньше смеялся над всем этим, а оказалось на практике, что ничего смешного в этом нет. Это очень такие практичные советы. Обязательно необходимо правильно представить своего спонсора. Очень часто я сталкиваюсь с такой ситуацией, когда мне говорят, Александр, посмотри, это все, это звезда. Если он только запишет, это будет будущий бриллиант. Это мой, 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 мой. А это Александр Адамидис. Вы понимаете, меня вообще не задевает. Фу-фу-фу, слава богу, я уже вырос из этих коротеньких штанишек. Меня это вообще не трогает. У меня нет никакой гордыни. И самолюбие вообще почти стерлось. Но при этом он проигрывает очень сильно. Он сделал построение кандидату, не сделал никакого построения тому человеку, не то что мне, а вот тому человеку, который будет работать. То есть фактически он поменял вообще позиции. Вместо этого нужно очень скромно, безусловно, с уважением сказать, знаешь, я очень уважаю этого человека, и я надеюсь, что он сегодня будет открыт и поймет, что ты будешь ему рассказывать, а вот это, не надо преувеличений, не надо обожествлений, надо правильно сказать, что я признателен этому человеку. Этот человек и благодарен ему за то, что он инвестирует свое время, свой опыт, свой богатый опыт, если там богатый опыт, свои знания в мой успех. И сегодня он согласился встретиться с тобой, поскольку он очень опытный человек и знает, чтобы посвятить тебя во все детали этого делового предложения. То есть правильно расставить акценты. Очень важно, чтобы изначально было верное восприятие, а не наоборот. Ну, то есть вот такие еще раз говорю детали, я знаю, что ваши спонсоры вас этому учат. Это может быть, ну, как я уже сказал, разные виды информационных встреч. План. А вот здесь как раз написано представление спонсора. Сам бизнес-план. Вот скажите, что является целью этой встречи вот с кандидатом, с новичком. Ну, или так, я задам более корректный вопрос. На что вы делаете максимальный упор во время этой встречи, во время разговора? Вот смотрите, маркетинг-план. Дело в том, что я мало встречаю людей, которые с первого раза поняли маркетинг-план. Но они подписали договор. Я сам не понял маркетинг-план. У меня было одно только чувство, что я не нашел подвоха. Все, потому что я пришел искать подвох. И вот с единственной мыслью, с которой я вышел, что я не нашел подвоха. Поэтому делать большой упор на то, как, что складываются бонусы, кто кому чего вычитает, выплачивает, это не имеет смысла. Безусловно, план нужно представлять в обязательном порядке, иначе люди подумают, что мы просто в воздух гоняем. Но при этом упор нужно делать на то, что изменится в жизни этого человека, что он получит, если он заинтересуется и достигнет конкретных результатов. Поэтому у меня тоже все очень банально и просто. Когда я рассказываю бизнес-план, я дохожу до первого примера, допустим, те же самые 3%, я говорю, вот смотри, ну в принципе небольшие там деньги, я уже не помню, как по российским рублям, у меня куча валют в голове, поэтому все, я в евро больше помню. Ну допустим, там 4 тысячи рублей, или 3,5 тысячи рублей. Я говорю, смотри, ну ты в этом месяце, причем я подбираю сюда слова, я не говорю, заработал, это смешно. Я говорю, ты выиграл 3,5 тысячи рублей. Но ясно, что твоя жизнь не изменилась. И вот здесь я больший упор делаю на 3,5 тысячах. Я говорю, ну задумайся, как ты их получил, получал ли ты их раньше за те же самые действия. И задумайся, что если их просто сложить за 12 месяцев, на это что-то можно купить. То есть опять идет постоянное прикрепление, пристегивание конкретных денег из этого бизнес-плана с его жизнью. Как изменится его жизнь, где будет улучшение, в чем, в каком секторе. Вот весь бизнес-план. То есть вам очень важно показать человеку перспективу от этого занятия, а не то, как функционируют сами цифры и какой там правильный бизнес-план компании Amway. Вы ему еще тысячу раз будете это повторять и рассказывать. И вот очень важный момент, на котором я еще остановлюсь, поскольку у меня тут есть буквально какие-то минуты. Это презентация продукции. Если бы мне на моем первом бизнес-плане не показали продукцию, то возможно, я не знаю, никто не знает, возможно, я бы здесь не стоял. Почему? Потому что если я не поверил в бизнес-план, я посчитал, что это лохотрон, то продукцию я увидел сразу, она была абсолютно очевидна, очень хорошая, мне это было понятно. И я сказал, ну хорошо, как только ваша контора здесь в Греции обоснуется, вы мне типа свистнете, я себе заведу номерок и буду это все со скидкой покупать. Все, с этого все началось. Поэтому никогда не пренебрегайте нашим главным козырем, нашей уникальной совершенно продукции. Необходимо ее всегда показывать, не лениться. И безусловно, вот тоже очень важный момент, это как правильно завершить встречу. Вот у меня буквально сейчас такая ситуация. Есть партнер в Алма-Ате, который утверждает, что она провела 300 бизнес-планов с нулевым результатом. Я не могу в это поверить, безусловно. Но я думаю, что 300 это были 30, скорее всего, это во-первых. Но а потом очень важно, вот я помню, как однажды такая ситуация была, и Макс рассказывал. Вот у меня звонит мне один партнер и жалуется. Макс, я провожу встречи, Макс, я делаю вот это, я все делаю, как ты учил. Но у меня нет никакого результата, никто не подписан, никто ничего не хочет. И Макс ему сказал, вы знаете, вы очень далеко, я никогда не присутствовал на ваших встречах, поэтому я просто не могу вам дать никакого совета. Вы как минимум, в те времена, представляете, были кассеты еще. Вы запишите на кассету свой рассказ, пришлите мне, я это проанализирую, и мы, может быть, что-то сделаем. И Макс говорит, вы представляете, как это все начинало. Сначала он очень долго расшаркивался, что типа спасибо вам большое, что вы пришли, ой, спасибо вам большое, что вы пришли. Это тоже первая ошибка. Нужно людям просто говорить, я рад, что вы нашли время и пришли, я рад за вас, но не спасибо. Зачем спасибо? Они пришли не для тебя, они пришли ради себя. Понимаете, нюансы, но они очень важные. Потом он говорит, ну вот давайте, сегодня я познакомлю вас с бизнес-планом одной компании, ну вот давайте представим себе, ну давайте просто представим, теоретически представим, что вы купили эту продукцию, ну давайте представим себе, теоретически представим, что она вам понравилась, ну давайте представим себе, что кто-то из ваших знакомых может быть заинтересованным. Макс говорит, вы можете себе представить, чтобы от такого бизнес-плана кто-то подпрыгнул до потолка от радости? Безусловно. У многих бизнес-план выливается просто в презентацию. Понимаете, вот так бывает, я смотрю на партнеров, они просто информируют людей. Да нет, дружище, ты пойми, твоя задача продать продукт. То есть я имею информационный продукт. Твоя задача продать бизнес, ты должен идти до конца. Да, у тебя, прежде чем ты придешь на эту встречу, у тебя в голове должна быть обозначена эта цель, результат, ради которого все это. Это же не просто рассказать. Ты не думаешь, что если ты рассказал большому количеству людей, все сразу заинтересуются. Есть еще определенный очень важный момент. Донести до человека, помочь этому человеку осознать, что ему это надо. Фактически вся беседа, это идет ответ на три вопроса, очень важные. Я услышал одного бриллианта это. Он сказал, первый вопрос, зачем мне это надо? И надо ли мне это вообще? То есть весь бизнес-план в этом. Функционирует ли эта штуковина? Правда ли, что это действует? И что изменится в моей жизни, если я этим займусь? То есть вот эти три вещи должны там отчетливо прозвучать. Поэтому завершение встречи тоже должно быть конкретно. Оно должно быть сориентировано на результат. И тогда вот мне понравилось, Татьяна говорила об этом. Я и раньше применял этот способ. Я где-то два или три семинара назад, я слышал, Татьяна об этом говорила. Вообще это называется метод Бенджамина Франклина в продажах. Когда можно расчертить листик на несколько вариантов и оценить, просчитать каждый вариант. И здесь тоже вы можете точно так же взять листик, разделить его там на две или на три графы и сказать, что вот ты можешь стать либо клиентом, плюсы и минусы, либо можешь стать независимым предпринимателем, там плюсы и минусы, ИП показать, физическое лицо показать, что ты выбираешь. Или можешь просто покупать по ручной цене, плюсы и минусы. То есть сузить выбор этого человека, убрать из вариантов, из опций, которые вы ему предлагаете, убрать нет. Нет. Понимаете, вы тем самым, в принципе, вариант нет исключаете из обсуждения. Обсуждаются только варианты согласия в разных формах. Это и есть практический прием, помощь человеку сделать правильный выбор. Это очень важно. Завершение встречи. Когда встреча завершается, необходимо абсолютно точно назначить вторую встречу. И я уже сказал, что я предлагаю вторую встречу назначать как можно быстрее, а если есть возможность проводить ее сразу. Если есть время, если человек еще в состоянии, и вы в состоянии. Причем это можно сделать по укороченной схеме в таком случае, если сразу. То это просто первый список, такой набросок списка, начальный список. Я так, по крайней мере, рекомендую. И звонки. Для того, чтобы сразу от этого человека уже… Ведь ваша цель какая? Вот мы говорили о 10 днях. Нас Макс учил. Твоя задача в первую неделю подписать ему как минимум одного человека. Вот то самое лучшее, что ты можешь для него сделать. Если ты сможешь из его списка имен подписать к нему в первую неделю одного человека, ты уже показал ему, что бизнес функционирует для него. Не надо потом сидеть и уговаривать его, да что ты, да все нормально, да ты не падай дух. Если вы сделали дело, он уже на подъеме, ему уже все нравится, он уже верит, что все функционирует. Поэтому практические действия, практические результаты – это самая лучшая мотивация. Но нужно назначать встречу немедленно, писать список совместно. Если человек, допустим, заинтересовал столько продукции, значит вторая встреча имеет характер конкретного применения нескольких продуктов, я всегда спрашиваю. И вообще так много хотел сказать, а времени оказалось намного меньше, чем я рассчитывал. Ну ладно. Вы знаете, я вообще убежден абсолютно, что наш бизнес – это умение задавать вопросы и рассказывать истории. Где-то так, очень упрощенно. Умение задавать вопросы – это методика Сократа, один из самых умнейших, мудрейших людей на земле. Умение задавать вопросы. То есть вместо того, чтобы что-то декларировать, если ты грамотно человеку задаешь вопросы, то ты помогаешь ему самостоятельно сделать этот вывод. И если этот вывод прозвучал не из твоих уст, как утверждение, а если ты с помощью вопросов подвел его, и он это произнес, он будет этим дорожить. Если ты ему это навяжешь или каким-то образом протолкнешь, то это не будет иметь такой ценности. Поэтому нужно научиться задавать правильные вопросы. Это уже такая ремарка. Я очень хотел дойти до… Вот, кстати, замечательно, это Марина на такие подсказки. Класс. А вот, 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 все, вот Марина здесь написала. Задавайте вопросы, слушайте ответы. Прямо вот фотографируйте слайд. Выявляйте потребности. Все. Ну вот, замечательный слайд. Марина Каплун дарит вам. Марина, фотографируйте. Все, о чем мы говорили. Ну и, конечно, я не добрался до работы над собой. С клиентами, чтобы отдать ему товар. Да, само собой. Но это смысл проведения второй встречи. О запуске мы говорили. Старт. Хочет пользоваться товаром. Значит, безусловно. И вот здесь тоже нужно задать вопрос. Чтобы не навязывать человеку что-то, он же все равно не купит всю гамму продукции. Я человека спрашиваю, чем бы ты хотел попробовать, с чего бы ты хотел начать. А тем самым я иду на его волне. То есть я считаю с его мнением, с какой стати я буду ему навязывать одну гамму или другую, или навязывать то, что мне нравится. Мне нравится, допустим, система очистки воды или double x, но я сначала пытаюсь понять, что ему нравится, чтобы мы сошлись, чтобы мы были на одном языке разговаривали. Поэтому даже вот что касается продукции, я задаю вопросы. И когда человек меня сориентировал, я говорю, ну тогда давай я тебе рекомендую уже вот с этого, с этого начать. Давай попробуем вот это, вот это. Лучше, конечно, если встреча состоится у него, в его пространстве, у него дома, вам проще будет понять этого человека, вам проще будет увидеть, что в дальнейшем можно предлагать, вам проще будет выработать стратегию дальнейшего расширения ассортимента, которым он будет пользоваться. И вам, у вас тогда будет возможность на практике показать ему, как в его условиях действует продукция, которую вы принесли. Ну особенно, если это касается чистящих и моющих. Если это партнер, то вы, естественно, будете говорить о списке имен, то, что мы говорили. Но тот, кто ничего не хочет, я стараюсь все-таки людей, которые ничего не хотят, перевести в категорию хотя бы клиент. Я говорю, ну ты пойми, это твой выбор, и я уважаю твой выбор. Очень важно, не создавайте конфликта. Когда вы разговариваете с человеком, следите за собой, не создавайте конфликта, не создавайте спора. Кто-то давно неправильно перевел знаменитое выражение Платона, и на русском оно звучит так, что в спорах рождается истина. Ничего подобного, в спорах рождается только вражда. В оригинале это выражение звучит, в диалоге рождается истина. Поэтому введите диалог, а не спорьте, не нужно человеку ничего доказывать. Я человеку говорю, ну хорошо, ты не хочешь заниматься этим делом профессионально, я уважаю твое решение, но при этом ты же все равно не перестанешь ходить в магазин. Ты все равно будешь ходить в какой-то магазин, не приобретая того же качества, как у нас, переплачивая больше денег, чем ты заплатил бы у нас, не имея такой гарантии в плане безопасности, если это касается моющих средств, ты все равно будешь тратить свои деньги. Не лучше ли инвестировать их в более хорошие продукты? Таким образом, я нет, стараюсь все-таки минимизировать, хотя это тоже будет неизбежно. И безусловно верно, что нужно будет в том самом списке имен поставить себе отметочку, что к этому человеку нужно будет вернуться. Я буквально недавно проделал следующее. Я себе составил 3-4 новых списка имен. Представляете, спустя столько лет участия в этом бизнесе, я составил 4 списка имен из старых своих контактов. Я просто открыл мобильный телефон, и пока летел в самолете, куда-то там в перелетах, я просматривал каждого, обнаружил, что там есть люди, с которыми я разговаривал 12 лет назад, с которыми я разговаривал 8 лет назад, или с которыми там даже не получилось что-то. И я составил себе список на Украину, на Россию, на Грецию и на Казахстан. И приехал домой, перевел их в бумажный вид, и реально у меня снова куча списков. Почему? Потому что представьте себе ситуацию. Сегодня он от чего-то отказался. Прошло 5 лет, к примеру, они все равно пройдут эти 5 лет, и вы встречаетесь. Встречаются два совершенно новых человека. За 5 лет вы изменились. Правильно? За 5 лет он изменился. За 5 лет ситуация в его жизни могла поменяться 50 раз. Поэтому никогда не удаляйтесь списка имен людей. Никогда не отчаивайтесь. Никогда. Вот Эва вчера самый наглядный пример привела. Она сказала, через 20 лет у них выстрелила турецкая линия. Допустим, никогда не отказывайтесь от своих планов. Я очень сожалею, что я не уложился во время, но я не могу больше расходовать. Ваше время, семинарское время. Я вам просто желаю быть в очень тесной связке со своими спонсорами. Почему? Потому что эти люди, это люди, которые банально, как минимум, материально заинтересованы в вашем успехе. Поэтому ваш спонсор никогда плохих советов вам не даст. Он за свои советы отвечает своим кошельком. Понимаете, как здорово. Поэтому, если он дает правильные советы, у него в кошельке прибавляется. Доверяйте вашим спонсорам. Это люди, которые искренне хотят вашего успеха. Я вас всех поздравляю с участием в этом мероприятии. Каждому из вас настойчиво рекомендую позаботиться о том, чтобы на следующем таком мероприятии в октябре вы были как минимум еще с несколькими новыми людьми. А это нужно делать прямо сейчас. И если вы захотите, приехав домой, кому-то предложить билет, его как минимум нужно купить. Я всем желаю больших успехов.